Я должна вам сказать ужасную новость, у одной из ваших девочек рак, но мы не знаем у какой точно. Блин, и что мы будем делать? Слушай, дорогой, как нам выяснить у какой из них рак? Ну не знаю, давай попробуем угадать. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. А ты один ребенок, и все будем говорить, что у нас один ребенок и был. Да, дорогая, я согласен с тобой, приехали. Ну все, да здравствуй, счастливая жизнь, со здоровым ребенком. Так, слушай, дорогой, один манеж придется убрать, нам он теперь ни к чему, у нас же всего лишь один ребенок. Хорошо, дорогая, так, манеж нафиг идет, все в сарай сейчас отнесем, может когда-нибудь родится еще одна здоровая дочка, пригодится. Все дублирующиеся игрушки убираем, тоже свинки, зайчики, поросятки, все на свете, эти бенди убираем. Так, все нафиг, дорогой, в сарай. Хорошо, дорогая, так, все сложили, никогда, все, больше мы тебя не достанем, похоронили нашу прошлую жизнь. Начинаем новую, здоровой доченькой, правда ли не с чудо? Оу, ребенок? Помогите! Чего она тут делает, господи, кто тебя тут бросил? Так уж такая холодина в гараже, обалдеть. А где твоя мама, кстати? Не знаю. Не знаю, блин, такая маленькая уже разговаривает, слушай, умная такая. Блин, медсестричка, я нашла эту девочку у нас в гараже скорой помощи. Как? Как она там оказалась? Слушайте, нужно срочно ее согреть и покормить. Не волнуйся, малышка, я тебя сейчас покормлю и обогрею. Как ты там не замерзла еще? Прямо чудо вообще какое-то. Так, мне нужно позвонить в приют, куда ты этого ребенка пристроить. Алло, алло, дорогоженька, мы сейчас вам привезем девочку, она ее бросили родители. Серьезно? А я сама приеду, заберу. Вау, да, но я вам должна сказать, по-моему, она тяжело больна, и вам придется что-то с ней делать. Хотя бы как-то, может быть, насытить ее радостными моментами последние минуты, последние дни ее жизни. Ладно, будешь жить здесь. Не волнуйся, мы позаботимся о тебе. Так, здравствуйте, у вас тут ребенок больной раком? Давайте пройдемте посмотрим, мы должны ее послушать, следить за ее здоровьем, потому что она в любой момент может у вас погибнуть, и чтобы это не произошло, мы должны максимально продлить ее жизнь. О, знаешь, за ней... Все, еле ее раскопала, оказывается, они там фокусы играли, спрятали ее, она исчезла, пропала, потом достали. Так, садись, мы тебя сейчас послушаем, проверим у тебя температуру, твое состояние, здоровье. Не-не-не, нам нужно срочно ее госпитализировать. Она в плохом состоянии, ей стала жить совсем недолго. Мы ее забираем, возьмите, пожалуйста, документ, мы ее забираем в больницу, она теперь будет под нашим присмотром, потому что ей все хуже. Так, ложись здесь, девочка, мы позаботимся о тебе, не волнуйся, мы постараемся максимально продлить твою жизнь, и так, и без того, ужасную и короткую. Ложись здесь, мы тебе выделим отдельную палату, будет тебе светить солнышко. Блин, надо ее все-таки стащить в приют, не хочу, чтобы она была в больнице. Привет, давай мы тебе волосы расчешем, а то, что у тебя же их нету, ты лысая как мальчик, ну хватит меня обижать, в чем я виновата? Смотри, на тебе даже, на тебе даже вот это вот не идет тебе на голову, потому что у тебя волос никаких нету. Ну почему вы меня обижаете? Видели девочку, у нее никаких волос нету, она вообще на мальчика больше похожа. Что? Что? Они опять тебя обижают, ты вынуждена прятаться, не обращай на них внимания. У нее нету волос. Почему она такие жестокие? Блин, все падает, болит. Блин, она еще самая несчастная, господи, все шифонеры попадали с мышами. Вы что, вообще обалдели что ли? Толкаете нас тут мебель. Так, с днем рождения, наша дорогушенька. Спасибо, конечно. Слушай, ты дожила до такого возраста, на самом деле мы не думали, что ты и год проживешь. И у нас есть для тебя хорошая новость. Может быть, мы тебя сможем удочерить? Ура! Скажите, пожалуйста, мы можем подписать договор и забрать ее жить с нами? Клево! У нас... Ура! Нам завезли новую технику из-за границы, мы сможем попробовать вылечить твой рак, вылечить твою болезнь. И у нас получилось! Ура! У меня наконец-то будут волосы! Ты абсолютно здоровая девочка и будешь жить с нами. Мы будем как нормальная семья и все у нас будет хорошо. Ура! У меня выросли волосы, они такие красивые, я никогда не видела у тебя волос. Тем временем сестры-близняшки выросли, одна в богатой семье, а другая в семье врачей. Я хочу это платье! Никаких платьев! Ты что, Андрей, видел сколько оно денег? Мне все равно, мне что-то очень плохо. Ой, дочка, ты что, а ну сядись в машину, быстро в больницу поехали, в оборок она в магазине падает. Из-за платья я сначала подумала, оказывается, ты больная. Что с вами случилось, что с вашей дочкой? Они мне платье не хотят покупать. Пойдемте посмотрим, в платье или дело. Почему ты так похожа на меня? Нет, ты похожа на меня, и что ты тут вообще... Слушайте, а вы прям как близняшка. Мам, что это такое? Дочка! Мама, объясни, почему она на меня так похожа? Мы вынуждены были бросить твою сестру-близняшку, потому что она была тяжело больна при самом рождении. Что? Вы бросили ее? Я вас ненавижу, но мне все равно плохо, поэтому купите мне платье. Прости нас, пожалуйста. Так, мы сейчас попробуем вылечить вашу девочку. Попробуем, что у нас получится, посмотрим. Что у нее такое? У нее рак. Ребята, на самом деле, она оказалась тоже больна, но гораздо позже, чем ваша первая девочка запомнила. Что? Какой офиг рак? Мама, я не хочу умереть, я молодая еще. Я не знаю, что мы сможем сделать. Давайте посмотрим. Полежите пока здесь. Может быть, нам получится найти какие-нибудь лекарства, медикаменты, как-то продлить ее жизнь. Рак – это смертельная болезнь, и заканчивается она всегда смертью. Надо посмотреть. Что у меня? Я думала, что это ужасно! Почему я такая некрасивая? Ничего, все будет хорошо. Почему я такая некрасивая? Давайте попробуем сделать переливание крови. Может быть, это поможет. Нам нужно выяснить, какая кровь, чья из вас подходит вашей дочке. Пойдемте, родители, начнем с папы. Так, папа, проверяем вам, представляем, какая у вас группа крови. Нет, папа для донорства Никонайт не подходит. Папа не подходит. Давайте попробуем. Мамочка, ложитесь, проверяем у вас группу крови. Давайте меня тоже проверим. Вдруг моя подойдет. Нет, я должна вам сказать, что ваша группа крови тоже не подходит. А чья же подходит? Может быть, кто у нас еще? Кто у нас еще членов семьи? Может быть, моя кровь может подойти. Точно, ты же ее родная сестра-близнец. У вас наверняка должна быть одна группа крови. А ну, проверьте, пожалуйста, доктор эту девочку. Да. Да, подходит. Сто процентное ответственность. Ты будешь донором своей сестры-близняшки. И может быть, тебе удастся ее спасти, если мы перейдем чуть-чуть крови твоей ей. Может быть, это сможет победить ее неизлечимую болезнь. Так, ну что, сегодня очень важный день. Проходим, пожалуйста, на операцию. Вы должны лечь рядом, друг рядом с другом. И мы попробуем перелить немного крови здоровой сестры, больной сестре. Ну что, закрываем. Итак, прошло время после операции. Давайте смотреть, что у нас получилось. Так, ты отправляешься в палату для выздоравливающих пациентов. А ты отправляешься в палату пока что для больных. Посмотрим, как твое состояние, будет ли оно улучшаться. Ну что, девочки, давайте посмотрим. И что? У нас получилось. Ура! Мы смогли здоровой кровью выздоровить. Мы выздоровели. Вылечить тебя. Супер. Мы выздоровели. Это же так прекрасно. Пойдем с нами домой. Я не хочу с вами быть. Я хочу быть со своей сестрой. Подожди, мы очень сожалеем, что мы вынуждены были тебя бросить. Простите нас, девочки. Нет, мы на вас обиделись. Ну прости. Мы хотим жить с докторами. Они нас вылечили. Поехали. Конечно, будете жить с нами. Ура! Пока! Простите нас, детки. Что же мы наделали? Друзья, если вам нравится реакция на такую боку, напишите нам в комментариях. Хотели бы вы еще поддержите лайк. Лайк на серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Канал. Валеришка Майк. Симплейгеймзэфэмли. И Валерика этой геймбокс. Внизу под этим роликом ссылочки в описании. Мы вас очень любим. Любим. И стараемся только для вас. У нас самые лучшие. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok